здравствуйте да мы в эфире насколько я понимаю все в порядке здравствуйте дорогие друзья мы всех поздравляем сегодня с днем славянской письменности и культуры сегодня 24 мая 2020 года и мы предлагаем вашему вниманию лекцию беседу мы я ирина кудряшова представитель тульского колледжа искусства дорогомышского беседую сегодня с нашим преподавателем преподаватель нашего колледжа галиной владимировной черниковой здравствуйте галина владимировна здравствуйте анна тем здравствуйте прежде чем мы начнем с вами нашу беседу на тему основы православного богослужебного пения церковного пения прежде чем мы поговорим я должна выразить нашу бесконечную благодарность генеральному директору регионально библиотечно информационного центра тулы юлии владимировны юлии владимировне ивановой юль большое спасибо что вы помогаете нам технически вот таком формате общаться для нас это непривычно мы осваиваем новые технологии и говорим совершенно старинных технологиях сегодня юлии большое спасибо я должна представить галина владимировна и рассказать о вас немного галина владимировна выпускница тульского колледжа пиргамышского теоретического отделения и нижегородской консерватории галина владимировна преподает в колледже практические дисциплины это сальфеджио музыкальная грамота хоровое сальфеджио свое время галина владимировна преподавала в тульской духовной семинарии правда это же так ну был такой один год это были основы церковного пения насколько я знаю да и также в колледже галина владимировна разработала несколько дисциплин так это были был целый профессиональный модуль связанный с церковной музыкой для студентов до дежурства хорового отделения и практический курс хорового сальфеджио для вокалистов академического направления и я так понимаю что и сейчас эти дисциплины вы преподаете верно да калина владимировна все верно да и поэтому сегодня мы в общем то говорим о связи музыки и слова и то о том как это в церкви как это практически в общем то применимо да и вышла наверно да начнем мы наверное с того что сегодня еще и праздник православных святых да и наверно с них и имеет смысл начать наш разговор с них начнем вам слово галина владимировна конечно спасибо еще раз приветствую всех сегодня мы по традиции чествуем создателей славянской письменности святых равно апостольных кирилла и мефодия учителей славянских и приглашаем к разговору о своих культурных корнях о том ради чего это азбука создавалась вот сейчас мы видим икону с изображениями святых кирилла и мефодия и пользуясь популярным меньше способом лайн коммуникации мы можем попробовать все вместе и индивидуально чего можем сделать обычно на концертных площадках близится к этому благодатному духовному полю и рассмотреть буквы и даже немного прочесть на церковно-славянском сегодня без которого и русский язык понять невозможно затем мы попытаемся распеть на глаз некоторые слова которые даже существующие вот уже второе тысячелетие но к сожалению не изучаемой ни одним уровнем светского музыкального образования и наконец говорим сегодня уже более подробно о том как работает музыкальный элемент в различных видах православного богослужебного пения если это кого-то заинтересовало приглашаем пожалуйста к беседе оставайтесь с нами сегодня мир знаний стал каждому не просто доступен но и пугающе безграничен но по-прежнему чудо пропуском в него остается вся та же азбука чем незаменимая и просто заглянув в него в эту вас в этот первоисточник убеждаешься в реальной необходимости ее возникновения четче осознаешь первопричину по которой когда-то в далеком восемьсот шестьдесят втором году муравский князь ростислав направил слов к византийскому императору михаилу на момент создания кириллицы а брата а грека да константин мефодий я не оговорилась действительно известный нам именем кирилл его звали константин вот они оба ходились к моменту создания кириллицы в иноческом и не имели соответственно особую духовную благодать ну и летное дерзновение они начали составление азбуки прежде чем отправиться в моравию вели важнейшие богослужебные книги апостол и евангелие и только уже потом отправились моравию и вот восемьсот шестьдесят третьего года удивительно что фактически через год после обращения уже моравского князя грекам ведет свое начало славянская письменность главная доля труда создания грамматической системы славянского языка принадлежит брату о котором я уже упомянула по имени константин он принял меня кирилл уже в этой схеме непосредственно перед самой кончиной звали его константин философ так как он преподавал философию в доме кесаря и с молодости выделялся как выдающийся премист богослов к которому царь и его синклит вращались во всех затруднительных случаях по богословским вопросам незаменимый помощник его брат мифоний мифодий принятию иночества уже ослужил 10 лет воеводы тоже достаточно большом чине оба брата имели хорошее образование жили они в городе салунь вокруг которого много было славянских народностей поэтому они прекрасно знали об этих языка ну и соответственно духовно готовы что ли к этому мы почитаем их равноапостольными вот кучин специально равноапостольные считаются как свящая славян неподобно апостолам крестовым претерпевали и лишений клевету и именно из-за этой клеветы вынуждены были отправиться в рим константин заболел умер вот меня в ту самую схему по моим подсчетам ему было чуть более 40 лет чина последовало в восемьсот шестьдесят девятом году 14 февраля по старому стилю частью папа адриан добрый славянскую литургию в соборе святого петра сказав этом исполнится слово писания восхвалит бога все языцы то есть все народы и в начале церковнославянский литературным языком тоже языком хроник детей святых разных сказаний по учению и поэтому в разных славянских странах тихоньку изменялся в соответствии с разговорным языком своей страны и вот уже к шестнадцатому веку печатные тексты стали заметно разниться например сербский заметно отличался от русского текста ивана федорова но до того что терби и болгария находились турецким в эти страны стали доставляться церковные книги преимущественно из россии таким образом аж русский вариант церковнославянского вытеснил другие национальные разновидности понятно что церковнославянский язык это корень единства славянских народов и сегодня в 21 веке как тысячу лет назад более тысячи лет назад да богослужения в сербии болгарии белоруссии россии совершаются на церковнославянском языке поэтому с того времени и до сего момента в любом храме в любой славянской стране мы чувствуем себя как дома и дабы не быть и ванными родства не помнящими давайте наконец посмотрим поближе на предмет нашего разговора я прошу ирина александровна показать да вот картиночку следующую вот видим ту самую кириллицу которая раньше соединялась и изучалась параллельно с гражданской звукой две такие вот составляющие если мы рассмотрим с вами транскрипцию под буквами да из них складывается очевидная фраза азбуки в виде глаголь добро то есть сомненно это не пустые слоги а конкретное уже мудрое воспитание да которые нам дают буквы а что сейчас изучают миллионы новобранцев школьников и ведущие вот этого алфавита я еще раз напомню что дальше если мы откроем старинную азбуку а вот у меня есть не буду я сейчас не смогу показать наверное там именно параллельно идет гражданский алфавит церковный да вот в нашей азбуке современной осталось только гражданское что мы там чего начинают они да они читают а б в то есть слоги лишенные какого-то вот смысла а мы знаем что как корабль назовешь так он и поплывет да то есть либо мы будем буки знать и ведать добро либо мы кто-то промычим на старте своего воспитания речь идет не об образовании сейчас о воспитании поэтому конечно никакой современный язык вследствие своей упрощенности с целью удовлетворения там имных интересов может дать и намека на то духовное понятие которому ведет непосредственно четко церковно-славянский духовный язык само слово это церковно-славянское состоит из двух частей и указывает что церковный он употребляется за богослуживанием а славянский указывает на то что им пользуются славянские народы главным образом вот я уже надобилось создание мудрой славянской азбуки как я попрошу показать пример номер два а давайте прежде чем чем мы перейдем к примеру номер два давайте все таки прочитаем что же здесь написано и как бы переведем эти слова на современный русский язык глаголь добро есть живете зело земля и же и как люди мыслите наш он покой ци слова твердо и так далее тогда это значит здесь я я буквы знаю говорю добро это жизнь да и знаю живу знаю зело познаю все основания там где я живу да и и как люди должны мыслить ну есть вот этот вот язык оказывает именно ход наших мыслей да и учит добру и духовному вот я кратко сказал да что для подлинно именно духовного просвещения надо создание такой мудрой славянской вот первое что останавливает человека это вот как мы видим особый шрифт вот предисловие к детскому вот старинному словарю сказано что вот этот шрифт удобно особому азиянию для совершения богослужения для лучшего его так сказать совершения используется и особый такой шрифт же в самом тексте давайте мы посмотрим те буквы которые отличаются церковнославянск отличает церковнославянский язык от общепринятого вот для многих это становится камнем преткновения мы не знаем вот вступиться к чтению и достаточно вот такую табличку найти раньше это было очень дефицитом большим а сейчас в интернете можно вот легко найти и посмотреть обращать обращают на себя внимание буквы которых нет вот посмотрим второй столбик нету вообще у нас таком языке в нашем общепринятом посмотрите например слово псалтирь вот показать я тоже то есть сразу два два буквы в одной псалтирь или вот следующий за ней во втором столбике кси буква кси ксения допустим ксения петербургская вот читается да то есть вот ну и последний там букву да вот есть такая остальные напоминают буквы у нас латинские и вполне себе можно приступить такому чтению значит следующую давайте мы теперь картиночку смотрим что тоже может архаику сказать создать кто впервые это видит оттуда от того чтобы что-то понять слова которые сокращались одними стоял такая вот закорючка мы видим первое слово ангел или архангел то есть титла иногда титлы но у нас очень вот смотрите второй столбик там евангелие да вот можете догадаться да ведь можно вполне это слово как ребусы как ребусы только очень такие старинные ребусы да и они существуют и никуда не назывались вот там под этой титлой написано уже буковка г титлос г и так далее вот этот вот так сказать такой вот особый стиль изложения сокращенный принято тех слов которые наиболее значимы и конечно их ну да мы были знать все люди посвященные и те которые собственно детишки которые начинали обучаться вот попробуем какие-то слова составить с ними вот например слово а сейчас то мы тут увидим слова буквы я хотела вам сказать благочестие посмотрите вот очень красивое слово первое столбец да благочестие или слово там благочестно вот в каком контексте мы бы его употребили да ну во первых благочестие или благочестивые люди да как бы вот и дальше благочестно мы сегодня память благочестно с вами разным святых нефодия кирилла вот в таком контексте или например я подобный да какой контекст вот у нас напрашивается преподобным преподобен священном отце да каком-то деятели да да ну вот видите вот знаете есть такой сразу вот такая ассоциация возникает опять же мудрая с преподобным подобен будешь а состративом разросишься да если мы допустим откроем какую-то самые первые уже не слова а фразы например буквально первых уроков для детишек смотрите не отвечая безумному безумие его да не подобен ему будешь и вот сама мысль нам всем понятно ну опять же смущает это значит подобный соответственно всевышнему правильно конечно да вот подобные у нас это отдельный такой чин святых преподобный серафим саровский подобный наш с вами макарий жабынский известный святой да вот именно нашей местности белецкий чудотворец вот этому здесь как бы вот устремление человеческой души вот лучшему ему самому достойному в букваре предлагалось вот в этой кириллице теперь смотрите вот эти окончания для нас сейчас непривычные вот они же были и в гражданском так сказать алфавите многие считают что орфографическая реформа которая подобно прочим деяниям большевистской власти так сказать была предпринята главная целью имела отрезать русский народ от вот самой могучей воспитательной традиции о которой мы сейчас говорим ну и к тому же придачу эта реформа разобщала славян русских сербов и болгаров наверное мы сейчас опять вернемся к разговору о том празднике который мы сегодня празднуем да и с радостью и благодарностью отмечаем поворотный момент в нашей истории момент который вершился во благо нам всем вопреки мощному духовному противостоянию соседи латинян явшихся потерять свое влияние на славян вот что они считали ни одному народу не следует иметь свою азбуку кроме евреев греков латинян в надписи плата который на кресте господнем написал на этих языках то есть вот благодаря действительно подвигу вот я уже говорил подвигу равноапостольных нефодии кирилла имеем все вот это вот свое духовное богатство которое конечно же было умножено в веках но вот я еще раз говорю с чего я начала вот таким своеобразным пропуском в этот безграничный мир знаний любых сейчас знаний является вся та же особенно торжественная этот праздник отмечается в болгарии куда будучи изнанными из моравии отправились ученики кирилла и мефодия откуда уже столетиям позже в новокрещенную киевскую русь в нашей стране официально он отмечается с 1987 года в этом году 24 мая совпало с праздничным воскресным днем чем мы вас также еще поздравляем в нашем городе традиционно день славянской письменности отличается торжественно и широко и выходные и будни и наш колледж всегда максимально задействован в этот день и сегодня не исключение и так ирина Александровна может нам как-то вот сейчас уже больше про современное так сказать расскажете сегодняшняя эта традиция такая очень мне кажется масштабная и трогательная когда в кремле собираются все ведущие хоровые коллективы и в согласии со всей россией потому что в каждом крупном городе происходит такое же поются песни и в финале финале этого концерта исполняется какая-то общая песня все всеми российскими хоровыми коллективами в этом году все это переехало в онлайн и мы выложили сегодня на канале колледжа в ютубе сводный концерт хоровых коллективов и все поют и все приветствуют и поздравляют нас то есть даже нынешние условия нас не остановили мы все равно как-то объединены благодаря музыке и слову замечательно ну а мы сегодня вот с вами продолжаем этот праздник и используем опять же современные технологии для того чтобы вот пристально присмотреться к тому что мы привыкли слышать на игровых площадках да действительно как вы уже сказали и сам на этот праздник выделяется всегда особой массовостью особой массы мы видим много молодежи на различных концертных площадках сегодня мы их увидели онлайн почему это происходит да потому что именно хоровые коллективы да способны едиными усты и единым сердцем воспевать вот то самое богооткровенное слово на понятном нам родном языке пьют они как правило окопалы в нашей национальной пославной традиции где каждое слово изначально как мы только что вот чуть ранее убедились имеет духовное даже каждой буквы имеет духовное предначертание представьте себе да что объединяясь распевом но усиливает вот духовное так сказать начертание восток восток рад этот уникальный отшлифованный веками некий музыкально словесный духовный код неизменно сказать включает нашу генетическую память и моментально находит живой отлик у современного слушателя важно я не раз довелось наблюдать на своих уроках я сейчас просто закончу мысль изумленные лица своих студентов при первом знакомстве с духовными песнопениями вы хотели спросить а я хотела сказать что действительно практика а хорового пения имеет большой смысл большой духовный смысл и как мы знаем в советское время особенно в начале да все это переосмысливалась и подгонялась под идеологию советских времен так например ну мы знаем из книги марины раку про то что текст был был создан русский текст на музыку моцартовского реквиема и на смерть ленина должны должны должен был быть исполнен этот реквием с русскими словами но к счастью что-то не сложилось и это не прозвучало то есть действительно вся культура была как-то подмята под идеологию и в том числе сразу вспоминается из собачьего сердца булгаковского шариков который пел хором да и все вот они в домоуправлении обязаны были хором петь насколько это перевернута да вот сама идея хорового пения и очень хорошо что сейчас все это вернулось на круги своя и мы можем слышать правильное прочтение меня весь у меня немного зависает сейчас я хочу меня слышно хорошо я хочу добавить то есть моя то мысль была изначально именно о духовной музыки на родном языке понимаете конечно да студенты знают реквием моцарта они знают мясы паха и так далее и это звучит латинский язык маете все равно не родной вот я говорю о том изумлении когда они запели на родном языке маете и если говорить о безбожной власти вот прошедшего века значит не случайно именно церковнославянские тексты были изъяты прежде всего вот то что вы говорите реквием моцарта мы изучали и те же кто жил прошлом веке обучался и в книгах это все написано а вот церковнославянского языка не было нигде маете вот поэтому это вот удивительно благодатное какое-то воздействие я вот говорю о том что какой-то генетический код просыпается который заложен был в этих поколениях а почему мы этого не знали раньше понимаете и не отпугивает вот та сам архаика который мы немного поговорили сейчас поэтому вот действительно воздействие именно родной родной музыки и это происходит вне богослужебного контекста а если мы приоткроем дверь храма и внимательно прислушиваемся мы постепенно начинаем осознавать целую палитру разнообразных способов различной подачи этого слова с большой буквы чтобы она усваивалась максимально доходчиво вот об этом мы чуть позже с вами приводя примеры говорим но сначала чтобы не пропустить самое главное в этом давайте на заметку возьмем и главных их принципа актора формирующих церковное пение это был служебный текст как я уже говорила его смело можно назвать основы основ любой службы вот и мы и начали с восприятия именно этого текста и чтения и дабы не быть иванами родства непомнящими конечно мы должны ну хотя бы раз в жизни вот может быть даже сегодня а вот как-то чуть-чуть просматривать опять же я говорю что пользуясь тем что вот мы вместе и вроде бы каждый индивидуально может вот это посмотреть сейчас ну или вот так сказать может быть как бы импульсом таким послужим для этого так вот значит и такие вещи которые важно не пропустить заглянув за дверь храма значит это вот богослужебный текст дальше богослужебный чин или это определенная чина регулируемая уставом и наконец музыкальный элемент с его градацией по различной степени проникновения в это слово минимальной до максимальной слово оно комментирует абсолютно все так вот музыкальный элемент минимален правило учтится ломадирующий текст ректотона то есть на одном звуке обычного чтения нет но уже музыкально то есть вот это ровное чтение настраивает нас на какое-то вот особое так сказать расположение нашей души восприятие вот этого слова более развит мелодически уже вот этот музыкальный элемент уже в возрастах священнослужителей и называется вот такой вот чтение что среднее между чтением и уже фонетик фонетика раньше даже существовала фонетическая нотация но сейчас эта традиция передается из уст в уста и наконец третий момент так сказать степень третий момент проникновение музыкального элемента это уже собственно не хора но опять же они опять же преподносит нам слово сказать уже усиливая как я уже сказал его значение и опять же не не лишенные читка вот прошу обратить на это внимание потому что приступая к анализу не только гласовых песнопений но и авторских духовных песнопений это надо иметь ввиду как все мыслящие композиторы в православном каноне были прекрасно осведомлены о законах законах вот преподнесение слова поэтому чуток мы видим можно сказать и не и кожа ну и вопрос о терминологии немножечко еще коснемся значит важно понимать как правильно называть что мы слышим с вами в храме духовная музыка духовное песнопение или вот как вот мы заглавили как нашу беседу сегодня богослужебное церковное пение обычным словом музыка переведенная перенесенная в библию перевода как мусики я обозначает как ни странно явление противоположное всякому благочестию вот мы с вами разобрали слова благочестия в начале да вот вот как ни странно да оно обозначало мусякия, слово противоположное всякому благочестию. Второй момент, который часто используется, термин такой духовное песнопение. Сегодня это настолько сейчас широко привлекает внимание всех. И, к сожалению, иногда духовная музыка бывает и с отрицательным знаком, к сожалению. Поэтому здесь нужно тоже как-то со словом духовное очень-очень осторожно обращаться. Есть еще такие песнопения, которые звучат в храме, но не являются богослужебными. Например, калятки, какие-то пасхальные канты. Их включают в определенные праздники богослужения для такого торжественного его характера. И сравнение такое напрашивается, что как икона у нас отличается от религиозной картины, так и богослужебное пение отличается от духовной музыки. Пежде чем, что никогда не живет вот вне жестких уставных требований и не является ничем, кроме молитвы. И, конечно, пение – это не украшение богослужения, как тактуется всеместно. Оно есть само богослужение. Вот это согласно нашей свято-отеческой богослужебной традиции. И важно еще знать, что все хранимое церковью в неизменном таком богоустановленном виде происходит от самого Христа и его святых апостолов, в том числе и богослужебной пения. Вот что об этом говорит Иоанн Зотоуст. «Поканчивая тайную вечерю, святитель воспел, дабы и мы пели удобным образом. Следовательно, пение было заповедано нам непосредственно в момент установления Таинства Евхаристии. И все, что я перечислила выше, музыкальный элемент в чтении, в возрастах священника, и читок в хоре, вот это все идет оттуда. Воспевал спаситель псалмы, ставшие своеобразной конвой богослужения и вечернего, и утреннего. И, конечно, никакой бездушный инструмент не может быть Богу разумно, как это нам было заповедано апостолами уже. Поэтому, в отличие, как мы знаем, от католической протестантской практики, за богослужением у нас не употребляется инструментальное сопровождение. В одном из храмов Тулы есть такая фреска интересная. Наверняка многие ее видели. Там изображен Христос возле двери. И одна только ручка у двери изнутри, где находится человек. И вот этот человек либо открывает дверь, либо не открывает. Вот мы сейчас, можно сказать, стоим возле этой двери и пытаемся непосредственно ее открыть. Может быть, каждый для себя. О каком храме идет речь? В Всехсвятском. Это собор Всехсвятский. Так что, вот, много замечательных фресок. Вот. И, кстати, вот то самое пение, о котором я вам говорила, сейчас, 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 который я вам говорила, респонсорное, экфонетическое, мне запуталось, экфонетическое пение, заговорилось, извините. Вот мы можем эту традицию именно в соборе наблюдать, ибо там при соборном служении, особенно на архиерейских богослужениях, мы можем слышать то, к чему наше ухо еще не привыкло у себя, вот, в одном каком-то месте, где мы там находимся в служении. Там много разных возгласов, и это сразу, как сказать, воспринимается. Кстати, вот, в нашем соборе великолепная, вот, экфонетическая школа, просто вот, некоторые даже специально, мне рассказывали, приезжали, чтобы вот, просто насладиться этим. Что еще я могу сказать? Исторически, вот это псалмазирование и вот эта вот традиция именно не чтения, а особого вида пения, она идет на Руси уже от святых, благоверных князей Бориса и Глейба. Сказано, что святой Борис, прекрасно владеющий этим искусством, сам велел бывшему при нем священнику отслужить в его шатре утреннюю. Начал псалмазирование, прочел его до конца. От крещения Руси в 988 году до мученической смерти благоверных князей Бориса и Глейба прошло всего 27 лет. То есть, вот Русь очень быстро эту традицию восприняла. И вот уже второе тысячелетие распевное чтение на церковно-славянском языке пребывает с нами в неизменном богоустановленном виде. Ну и, наверное, мы посмотрим сейчас с вами, может быть, следующую там картинку. Я включаю. Давайте. А я пока расскажу. Вот нам открыли. Посмотрите. Здесь уже стилизованный такой текст. Он написан уже на понятном нам языке для наших уже современных текстовщих. Но, тем не менее, мы можем видеть особенности дежей. Посмотрите, пожалуйста, вот первую строку, Ирина Александровна. Читайте, пожалуйста, вот тропарь. Богородице, деву, радуйся. Стоп. Вот как мы обратились бы сейчас? Как бы вот мы обратились к кому-то, вот к Богородице? Как бы? Вы бы сказали Богородице, да? Вот или там кто? А тут Богородице, Богородице. Значит, это звательный падеж духовнославянского языка. Понимаете? То есть я бы сказала Галине Владимировне, да? Ну, вы такие ассоциации. Нет, я бы про звательного падежа. Вообще-то, да, текст ангельского приветствия, это слова вообще с небесным. Богородице, дева, радуйся, да? В момент Благовещения прозвучало, что многие слова и тексты, они просто у нас богооткровенные. Значит, вот именно понятно, почему такое обращение. Теперь дальше. Читая текст на церковнославянском, следует внятно произносить слова так, как они напечатаны. Нельзя говорить «о как а». Например, мы говорим «отец», не «отец». Или, например, если бы мы обратились, мы бы сказали «отче», да? Ну, вот опять же, звательный «отче». Дальше. Слово «подай» нельзя читать как «подай». Опять же, какое-то старобряческое оконье, да? У них это все сохранено, да? Они не приняли реформы. Дальше. Окончание мы читаем «аго». Например, мы читаем «святого», не «святого». Вот. Вот это тоже надо иметь в виду. И сейчас мы можем это как раз рассмотреть. Дальше. Смотрите. Сама традиция чтения, если мы это не распеваем, а читаем, значит, правила чтения гласят. Соблюдая знаки препинания, нельзя выразить на чтении и доводить до искусственности свойственной дожественному чтению. То есть вот читать это как бы как стих, это было не принято. Вот. Это было не принято. Ну, отрадно думать, что вот пение самого спасителя подобным же образом всегда присутствует рядом с нами. Салмазирование и экфонетика, и хоровое пение постоянно на службе взаимодействует между собой и образует четкую драматургию службы. Кроме того, вот это не просто поется где-то в каком-то контексте, они подаются различными способами. Вот давайте мы эти различные способы дачи вот этих вот песнопений перечислим. Значит, это пение антифонное, спонсорное, вот я как раз заговорилась об этом раньше, да, заговорилась нечаянно, респонсорное, респонсор по-латински означает ответ, также пение с канонаршем, с канонархом и пение с головщиком. Древнейшее антифонное пение было явлено в откровении Игнатию Богоносцу, то есть вот он как бы духом своим был вознесен в небо и увидел, как несметные многочислий ангельские чины хвалят Бога и хвалят так, что просто ну нам трудно это представить, то есть идет не из одной точки, а вот со всех со всех просто мыслимых и немысленных позиций, понимаете, поэтому вот начали петь именно в храмах антифона, то есть ставили два хора две стороны храма и давая из уст в уста один хор от другого вот эти слова, можно себе представить как это воспринимается людьми нашими стоящими, либо это хор иногда на хорах наверху они стоят это все поют, понимаете, вот этот способ необыкновенно повышает восприятие наше, согласитесь, да? Но это одноголосное пение или это уже многоголосное? Нет, это многоголосное пение, это многоголосное уже, в принципе, конечно, антифонно пели, и когда господство у нас монозия, именно ставили по переменам, когда оно возникло, конечно, это было одноголосное, мы говорим о развитии вот этой традиции, но изначально вот оно было таким образом поставлено, вот, при наличии нескольких хоров, тогда даже перекличка идет не только хора, но и хор духовенства у нас, который из алтаря тоже подключается, вот я еще раз говорю, что вот можно посмотреть на таких вот торжественных архиерейских наших замечательных богослужениях, понимаете, и обычно поет вот святый Божий запевает алтарь, потом один хор, затем другой, и опять это подхватывается алтарем, то есть это прокатывается по всему храму, и вот это антифонная пепелька, антифонная, да, антифонная, антипротивохорная, то есть из разных точек звучит не, иногда антифонная даже вступает стретто, то есть не дожидайся окончания страфы, вот, и это здорово, вот, ну, просто мы можем представить, что как бы мы вклиниваемся на какой-то момент в ангельское словословие, понимаете, вот, все глубоко, вот, символично, вот, наверное, вот, многие замечали, что вот то самое респонсорное пение, непонятное название, но тем не менее, вот, таким способом исполняются противные, вот, и, наверное, обращали внимание, как запечатлеваются отдельные строки из священного писания, вот, наверное, вот вы помните, что я сказала, там, да, какие-то предложения, с преподобным преподобен будешь, да, а со страстивым разрастишься, вот, какие-то такие мысли наиболее значимые, да, ну, я не имею в виду, конечно, поговорку, которую только что процитировала, да, а вот именно из священного писания, они совершенно непроизвольно врезаются в память и звучат уже как отголосок всей службы, причем отголосок не какого-то пассажа органного, понимаете, хотя это тоже, мы говорим, прекрасно, да, но звучит текст, звучит текст, который врезается в память совершенно без всяких усилий, и вот Пракимин каким образом произносится, респонсор переводится как ответ, птец опять-таки объявляет, выйдя в середине храма, Пракимин, глаз такой-то, затем очень четко произносит текст какой-то важнейшей строки, и затем уже хор эту строку распевает, повторяет в распевном варианте и на этом не заканчивается, текст читает как бы объяснительную дополнительную строчку еще, хор повторяет опять предыдущую мысль полностью и наконец в третий раз половину строки главной этой мысли зачитывает текст и окончание допевает уже хор, вы представляете, человеку не нужно было уметь читать, чтобы запоминать вот такие вот истины, понимаете, вот, это второй антифонный способ, невероятное такое воздействие, и второй это вот респонсорный способ, иначе его называют ипофонный тоже еще, вот, теперь, конечно, по мере выцерковления понимаешь, что различные виды пения в их взаимодействии даны нам не для внешней эффективности, вот я хочу это подчеркнуть, а для доходчивого восприятия богослужебных текстов, и они абсолютно различные тексты, да, у нас очень много текстов находится на теночном взене, именно там вот такой гемнографический материал просто в огромном, так сказать, идет количестве, и поэтому, чтобы не притуплялось и не рассеивалось внимание на всеночной, неоднократно используется такой прием взене с канонархом, канонарх объявляет тоже торжественный глаз в начале, а затем торжественный выразительный произносит запевок стихирам, мы тоже их запоминаем, хор допевает, дальше уже идет хоровым способом распевает сами стихиры, в старину, когда книг не хватало, с помощью канонарха иногда пропевались цельные такие песнопения, люди пели как бы под суфлера, пьется строка, народ, когда тогда еще может быть не было обученных, народ повторял, и так вот это все продолжалось за канонархом. На фоне обзенной службы предначинательный псалом мог исполняться подобным образом более получаса. Можно представить себе вот эти картины сотворения мира, о которых прежде всего повествуется в нем в этом начинательном псалме, просто опять же вкупе с этими фресками и всем остальным. Похожий, но несколько иной способ позволяющий совершать богослужение соборно и сообща это пение с головщиком. Людям, которые профессионалы могут вспомнить хор из оперы Иван Сусанин Глинка «Родина моя». Помните, как там затягивает «Родина моя» один человек и дальше вступает мощно хор «Русская земля». Вот это все такой пример для нас. Взятый опять из духовной музыки. И не с головщиком. С головщиком. Конечно, все эти приемы были привнесены буквально по крупицам богослужений, вводились постепенно. А нам разложить это по полочкам не помешает. антифонные и респонсорные виды пения стали ведущими взамен общего пения, о котором мы сейчас поговорили, уже с IV века, когда церковь была признана римским государством. Именно тогда и облагоустроилась все чины последования и стало преимущественно песняным, поручаемым только специально обученным певцам. А вот первое упоминание о пении на восемь глазах восходит уже к следующему пятому веку и уже к восьмому осмогласие окончательно завершается теоретически и практически уже величайшим песнотворцем Домоскиным. В этом виде тип осмогласия соблюдается и до ныне на православном востоке. Известен он как Актуэх Домоскина. Вот. Мы перечислили с вами виды, способы подачи пения, а сейчас подошли к некой системе, которые к сожалению нигде не изучаются иначе как не придя на клирос. И не всегда у нас получается получить таких учителей, которые могли бы просто и доходчиво объяснить. А в интернете мы читаем о несимметричном ритме и так далее. И за таким многословием ускользает от нас опять же простой способ как же научиться распеть это слово. Мы вначале заявили, что такой формат позволяет практически заглянуть хотя бы сегодня. Так вот принцип читка и распева. Само слово распев в музыке церковной совершенно другое, нежели это распев в нашей какой-то музыкальной жизни. Как мы распеваем? Мы думаем, что в нашем понятии распев это когда один слог распевается на несколько звуков. Это имеет место быть, но для того, чтобы научиться распеть слово, а мы говорим именно о богослужебных книгах, вот мы и сегодня праздник у нас такой книги церковно-славянской ее создателей. Поэтому вот раньше именно были не ноты, а были книги, то есть там было это слово. Поэтому нужно искать ударный слог. Мы берем фразу и ищем ударный слог. Нам достаточно иногда найти первый ударный слог и последний. Вот давайте, Ирина Александровна, вернемся к последнему еще разочек к примеру. Вот там, где у нас были трафари, мы звательный падеж изучали, а сейчас посмотрим. Вот. Вот возьмем начальную фразу Богородица Дева Радуси. Ирина Александровна, прочитайте, пожалуйста, первую фразу и остановитесь на последнем ударном слоге. Богородица Деву Ра. Радуси, да. Вот у нас идет четок, допустим, если мы будем петь, ну, я сейчас не пою, а просто Богородица Дева Ра Куйся. То есть более длинный звук, это и будет называться распевом у нас для распева по системе осмогласия. Понимаете, в чем суть распева? То есть, когда мы сходим с этого четка, останавливаемся и добавляем уже действительно распев. Вот. поэтому правило последний слог всегда распевается. Например, Ирина Александровна, прочитайте теперь начальный слог Рождества Христова тропарь. Остановитесь. Рождество Твое Христе Божий наш. Вот Божий, да, последний слог. А теперь смотрите, да, я, допустим, сейчас на четке, вот мы говорим, задать, он, откуда идет задать, то есть мы на этом тоне все четком читаем. Богородице Дево радуйся. Все, я не продолжаю тропарь, да, вот Богородице Дево радуйся. А теперь попробуем первую строчку следующего тропаря, точно так же. Опять идет четок. Рождество Твое Христе Божий наш. Видите, как в чем? Мы не считаем количество слогов, да, мы ищем заключительный слог и распеваем любой текст. Например, Вознесение, Вознесе Еси во славе Христе Божий наш. Опять будет последний слог Божий наш, да, как правило, это самые значимые слова всегда разбиваются текст, что остановка будет именно на них. Распеваем точно так же. Вознесся Еси во славе Христе Божий наш. Понятно, как распевается, Александра? Ну, в основном, да, понятно, да. Некоторые строки, вот, таким образом образуется формула гласа, вот вторая строка в данном четвертом тропарном гласе, вторая строка, она также распевает и начальный ударный слог, вот у нас идет Благодатная Мария, да, вот мы на нем должны остановиться, Благодатная Мария, Господь с тобою, значит, как бы мы распели, Благодатная Мария, Господь, и последний, с тобою, во второй строке, и первый ударный, и последний, видите, мы ни о чем не заморачиваемся, сколько там слогов, мы видим главные слова, понимаете, и самое важное, да, мы целую фразу сразу воспринимаем ее, как бы, полностью, то есть глаза бегут вот к этим слогам, ну, допустим, если весь стропарь рассмотреть, опять же, у нас идет чередование, всего две страфы, первая и вторая, они будут чередоваться, и там, где у нас идет две палочки, последняя строка, якоспаса, тоже мы поем заключительную, она немножечко отличается, очень легко запоминается, таким образом получается, вот, распев тропаря, послушайте, пожалуйста, Богородице, Деву, радуйся, остановились на ударном, благодатная Мария, Господь с тобою, опять с первой строка, благословен на ты в женах, вторая, и благословен плод черева твоего, и заключительная, якоспаса, родила душ наших, и точно так же любой текст, не будем сейчас, конечно, это делать, но вот как бы ключ к тому, как это делается, и вы понимаете, что это совершенно несложно, и если мы обращаемся именно к первоисточнику, у нас все получается, а не к описанию, вот эти описания нас, как правило, вводят в сторону. Не только в четвертом гласе тропари, надо полагать, что в другом, или там свои правила, свои законы. Конечно, конечно, значит, у нас идет 8-могласие, это не значит, что мы поем на 8 голосов, а это значит, что у нас идет для каждого танра, вот у нас сейчас основной идет такой вид, ну, например, я опять не хочу усложнять, на простом примере покажу, то есть детки, опять же, приходящие из церкви, да, и их родители на какой-то праздник, первое, что они пели, вставая за стол, это тропарь празднику, понимаете, и первое, что они видели, когда приходили в храм, это была икона, вот сегодня мы видели сегодняшнюю икону, да, и поется тропарь, я стараюсь в конце, если у нас там минутка останется, обязательно его зачесть, тропарь, посвященный мифозию Кириллу, вот, то есть, вот жанр тропаря, он как бы вот это краткое, так сказать, битвословное содержание праздника раскрывает, ну, даже не раскрывает, а как бы мы в этот праздник встраиваемся, вспоминаем обратную перспективу иконы, мы стоим перед ней, и как наша душа к этому, так сказать, подготовлена и воспринимает, вот, следующая группа у нас есть еще стихиры, стихирный глаз, значит, стихиры используются, как я сказала, уже на стеночном воздействии, вот, уже вторая группа, еще восемь мелодий получается, восемь плюс восемь, шестнадцать, да, дальше у нас на глаз еще исполняются термосы канона, и опять же, мы опять встречаемся, слово канон, оно совершенно в другом значении, канон приводится правило, но это определенная структура внутри богослужения, где, так сказать, используется термосной глаз, да, вот, таким образом еще восемь мелодий, вот, но они не сложные, вот вы видите, сходу же получилось распеть, вы видите, что вот взяв несколько текстов одного глаза и сравнивая их по строчкам, можно уловить вот этот принцип, многие наши вот студенты, так сказать, прибегают и просят, что первое они просят, они просят дать им, ну, сейчас в интернете есть, но это нужно найти, значит, они просят дать те буквы, которые отличают церковный славянский язык от нашего, чтобы начать читать, мы их показали вам, я еще раз говорю, что мы вначале заявили, что это вы практической немножечко у нас направлено в сегодняшней встрече, дай бог, кому-то, может быть, это поможет, вот, дальше мы, смотрим титлы, да, чтобы понимать слова, и вот, затем они просят студенты формулы голосов, есть такое издание у нас, где даже вот сейчас современный, так сказать, ныне здравствующий человек у нас, Кустовский, создал обиход осмогласия московской традиции, то есть традиции, как это распевается в Трои-Сергиево-Лабре, и выписаны именно нотками формула гласа, и можно взять и уже четырехолосно даже это все попеть, вот, чего не было раньше. Традиции, кроме московской традиции, есть еще другие, кроме московской, есть еще какие-то. Конечно, местные, местные традиции, мне в свое время довелось начинать с Калужской системы, передняя осмогласия, вот, затем это была, значит, вот, московская, вот, потом отъехать довелось в Ярославской, там совершенно, я все нотами переписывала, их систему, другое расположение, такой композитор известный их, Зиновьев создал, понимаете, то есть там совершенно немножечко все по-другому, но, как сказать, вот эта канва... А такой вопрос, это как-то согласовано с традицией фольклорного пения, с региональными особенностями, или это сложно оговорить? Нет, нет, в том-то и дело, вот, смотрите, дело состоит в том, что, я говорю, что у нас есть текст, и вот этот текст предполагает вариатив, я вот вернусь к тому, что вариатив, как прочитает его и просто суммодирует, понимаете, какие слова он выделит, и даже своя каденция, как он завершит, да, как его, значит, фонетически преподнесут священнослужители, я даже могу вам рассказать, такой, ну, курьезный немножечко случай, но, может быть, кому-то будет интересно, на одной из служб я услышала, значит, непривычные для себя, возлаши молодого, абсолютно только начинающего служить священника, который, вот, когда я начала расспрашивать, откуда такая традиция, какие-то необыкновенно точные интонации, вот его возлаши, в которых я нигде никогда раньше не встречала, он очень смущался, и все-таки, мы до истины докопались, да, признался, признался, что его батюшка, оказывается, сослужил с патриархом, понимаете, и уже ребенком он воспринял, вот что такое Иисус в устах, это совершенно непроизвольно происходит, и то именно так он это и произносил, его никто этому не учил специально, понимаете, и вот мы говорим, что вот именно пение древнейших, идущие от самого Спасителя, от Иисуса Христа, но присутствует с нами, вот наверняка, понимаете, вот это, оно не могло утеряться, потому что, слава Богу, поколения людей живут, а вот что касается местных традиций уже на Руси, это, конечно, тема отдельного разговора, специфического такого, и если говорить уже про пение в рамках осмогласия, это уже регент у нас там, так сказать, заправляет этим всем, да, делом, уже отдельный регент, не говоря уже, отдельная какая-то служба, каждый раз творится заново, понимаете, творится заново, вот, поэтому это и ритм другой, и дым другой, и подача звука другая, вот, и можно тот же тропарь немножечко разместить по-другому, вот, здесь просто нужно поездить и посмотреть, как это делают, вот, чтобы сравнить, так, ну, и, что я хочу сказать еще немного, о том, что Древняя Русь, вот наша с вами, мыслительно получила в дар вкупе и чинопоследование, и систему осмогласия, и главная возможность осваивать все это на родном славянском языке, потому что все это удивительным образом уже вызрело к моменту крещения Руси, именно в X веке в целом закончилось формирование уставного богослужения круга на весь год, и вот то, что для Византии было наивысшей точкой развития генографии для русской церкви, стало началом точкой отсчета, вот, поэтому творческий упадок, начавшийся с XII века на Востоке, на Руси не отразился, и в нашей новосвещенной стране развитие пошло своим самобытным путем, влияние Византии сохранялось у нас как матери церкви до XV века, в тысячи, я уже тут подсматриваю даты, в 1448 году за пять лет до падения Константинополя русская церковь получила автокефалию, в том числе генографии, пала Византия под ударами турок, оказались завоеванными мусульманами некогда христианские страны Малой Азии, и устояла по существу одна Русь, ставшая после падения Византии подлинным центром православия, и здесь важно опять же сказать, что именно в восточнославянской части православной церкви, вот мы сегодня говорили о братьях наших славянок, то есть именно в восточной части, то есть у нас на Руси богослужебное пение испытало самые большие и радикальные перемены, и уже в свою очередь стало оказывать влияние на другие национальные части православного мира. Ну, это тема для отдельного разговора, у нас историческая, так сказать, сейчас канва идет именно, она связана с днем сегодняшним, с днем создания славянской письменности, да, поэтому мы вот подробно и смотрим и на буквы, и на тексты, и на то, как это распевается. Сегодня мы говорим или говорили о слове, как основе основ, о том, что оно изначально, имея духовное начертание, объединяясь с распевом, усиливает его во сто крат, этот уникальный отшлифованный веками музыкально-словесный духовный код изменно включает нашу театрическую память и моментально находит живой отклик. Опять же, я говорю о том отклике на музыку именно на церковно-славянском. Конечно, мы, культурные люди, изучаем и Мессу Баха, и Моцарта, и так далее, но вот этот отклик дорогого стоит, и он действительно существует, мне не раз довелось наблюдать это на своих уроках. Еще мы о чем сегодня говорили, о том, что осмогласное пение это то, что в принципе незыблемо, как и прорезь иконы, в делах которых работают представители разных школ. Эту систему осмогласное национальное нашей традиции мелодического мышления нужно тщательно изучать, иначе мы будем говорить о красках не видя главного конкурса, понимаете, то есть трактовать пение как нечто прикладное к богослужению и не видеть самой главной сути. Я обещала за честь сегодня тропарь равноапостольных Мефодия Кирилла. И опять же, смотрите, вот я беру книжку, здесь нет нот, но тут написано тропарь равноапостольных Мефодия Кирилла учителей славянских, глаз четвертый, который сегодня мы и разобрали, мы не будем, конечно, распевать, я просто прочитаю. Яку апостолам единонравнии, славянских стран учителей, Кирилле и Мефодии богомудрии, подыку всех молите, вся языки славянские утвердите во славии единомыслии, смирите мир, спасти души наши. И, конечно, величание, вот здесь говорится о том, что мы величаем, опять же, слово благочестно, наверное, будем сегодня, величаем вас, святии, равноапостольные Мефодии и Кирилле, вся славянская страна, учениями своими просветившие и ко Христу приветшие. Вот такой вот у нас получился сегодня с вами разговор. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста. После таких прекрасных слов, конечно, уже трудно что-то говорить, но мы еще хотели с вами затронуться в этот момент интерес студентов, интерес современных молодых людей. У меня вот такой вопрос. Ведь долгое время мы были лишены всех этих знаний, то есть они где-то сохранялись, но в общем, я помню, что в начале 90-х годов в музыкальном училище был Георгий Георгиевич Бабаев, он организовал хор из теоретиков, пианистов, и мы пели литургию, номера, отдельные какие-то номера из литургии святого Иоанна Златоуста Чайковского. И для нас были непостижимы новые совершенно тексты, символ веры, и Богородицы, все эти слова мы впервые видели уже в юности. Конечно, в конце 90-х огромный интерес был к духовной, как мы условно называем, музыке. И вот, скажем, Маргарита Миколауская, руководитель хора Радонеж, я с ней работала, я знаю, Зареченской школы, Тульской, был недавно у нас семинар, и она как бы сетовала на то, что огромный был подъем в начале 2000-х, в конце 90-х годов интерес к православной культуре, к православной музыке. Но сейчас есть некоторый спад, некоторое охлаждение. Как вот вы оцените наши студенты, все так же интересуются, есть ли интерес или какое-то охлаждение сейчас вот в начале 20-х годов, 21-го века? Ну, трудно сказать. У меня идут группы, я работаю с вокалистами, понимаете, и, конечно, они приходят со своим каким-то багажом, и если мы говорим про духовные, одно момент, какие-то знания приобрести духовные невозможно, да, как вот и погрузиться в то, о чем мы сегодня говорили. Первым делом упирается в то, как я лично отношусь к категории духовного. Но мы не рассуждаем, а мы просто открываем ноты, начинаем петь, понимаете? И я вижу, как их лица светлеют, да, то есть я заранее знаю, что если у меня это предмет, а предмет называется хоровой сальфеджио, да, в который мы включили вот эти духовные песнопения литургии, да, кстати, вот инициатором подобного, так сказать, начинания была еще Татьяна Вячеславовна Рыбкина. В 2007 году именно по ее инициативе мы создали такой блок профессиональный, да, у нас, который позволял именно вот тот пробел, который был именно в нашей Тульской области. Понимаете, в Москве есть школы, которые, вот вы говорите, обучают пению и осмогласию и так далее, и там вот просто, так сказать, грамотных вот в этом плане людей очень много, и есть какие-то школы, есть куда обратиться. У нас, конечно, есть, так сказать, духовные семинарии, там, насколько я знаю, тоже есть курсы для псаломщиков, но вот непосредственно пению, да, вот о чем, наверное, говорила Маргарита Миколаевская, вот этим должны специалисты заниматься, а вот у нас как бы специалисты не занимаются, и я вот повторюсь, наверное, что вот именно осмогласия, вот оно существует много-много-много лет уже, веков, да, и ни в одном словаре музыкальном, ни в одном учебнике мы не увидим каких-то методических указаний, как это делается, понимаете, а если придут наши студенты в храм, потому что вот я говорю, на первом курсе они пока ничего не понимают, а на втором уже летом мы можем без этого акапельного пения, замечательные им природа и данные голоса, понимаете, и с удовольствием это делают. Акапелла, где у нас звучит акапелла? Вот, конечно, в храмах, поэтому я не могу сказать, что это у нас такое охлаждение, наоборот, я вижу энтузиазм, энтузиазм и радость. Что касается уроков, я не могу, но раз закончить, давайте споем еще вот это и вот это, и вот это, буквально вот такой вот у нас интерес. Мне остается только поблагодарить, Галина Владимировна, и за уже очень интересный рассказ, и поздравить с праздником, и признаться, что вы вслед за Кириллом и Мефодием несете премудрость слова людям. Я еще хочу сказать, что мы в ответе за тех, кого мы научили. И вот, естественно, вот этот пример Кирилла Мефоди, пусть это будет азбуки в виде, глаголь добро. Спасибо всем за внимание. Спасибо, да, мы прощаемся. Всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания. Продолжение следует...